Четвертый международный межрелигиозный молодежный форум продолжает свою деятельность на территории Дагестана. Сегодня в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова прошла панельная дискуссия на тему благонравия и умное делание пути к духовному совершенству. В ходе обсуждений представители конфессии искали пути решения общих проблем и методы борьбы с негативными явлениями в обществе. Вот уже четвертый год межрелигиозный форум объединяет за одним столом представители основных конфессий нашей страны. У всех разное вероисповедание, но у всех общие проблемы и общие задачи. Форум является площадкой для межрелигиозного диалога, цель которого объединить усилия представителей разных конфессий в борьбе против негативных явлений в обществе. Обмен опытом и узнавать мнение, метод борьбы против экстремизма, терроризма и так далее, и налаживание, как говорится, правильного, позитивного диалога между людьми разных конфессий, это если вот таком масштабно не строить, то продуктивный какой-то итог не получается. Непременно этот форум пронесет плоды и, как вот говорили многие участники этого форума, действительно нужно практически реализовывать то, о чем здесь говорится. Я надеюсь, что это исполнится. Благонравие. Эта тема затронута не случайно, ведь именно это качество послам участников форума и уберегает людей от попадания в ряды радикалистов. В ходе мероприятия участники форума обсудили книгу Муфтия Республики Дагестан, шейха Ахмада Фанди «Благонравие праведников». Представители разных конфессий отмечают благотворное влияние книги на людей и то, что любой читающий ее может исправить свой нрав в лучшую сторону. Я эту книгу получил вчера, вот после первого дня участия на форуме, и вчера же вечером я ее так вот пролистал, просмотрел. Меня порадовала эта книга, потому что там я увидел много схожего в плане каких-то общих моральных принципов и аскетических даже принципов, которые есть, можно найти в мусульманстве, они оказались озвученными христианству. То есть я думаю, что книга будет очень интересна тем, кто интересуется межрелигиозным диалогом. Я считаю, что это самый такой большой подарок в моей жизни, когда я встретил человека другой религиозной школы, но мыслящей абсолютно одинаково. Это подтверждает одно главное правило нашей духовного практики и совершенства, что дух творит в себе формы, а и дух же есть устремление души. То есть вот куда ты устремлен, такого ты духа и будешь. Книга, которая вот сегодня тоже обсуждалась на форуме «Благонравие», она должна быть настольной книгой каждого молодого человека. Там как раз таки сформулированы основные принципы взаимодействия между представителями разных конфессий на основе взаимоуважения религии, на основе понимания сути религии. По словам организатора, форум ориентирован на формирование и укрепление у молодого поколения духовно-нравственных ценностей, а также воспитание правильного и доброжелательного восприятия этнического и культурного многообразия региона. В первую очередь, это мероприятие проводится для того, чтобы воспитывать молодых людей культуру международного и международного общения, чтобы они познавали друг друга, чтобы молодые получили возможность раскрыть себя. Это площадка для общения, для молодежи. Молодежный межрелигиозный форум – это ежегодное мероприятие, в котором участвуют гости из всех уголков России. В ее рамках проводятся пленарные заседания и дискуссии, беседы со специалистами в религиозных науках, посещения музеев, центров библиотек, памятников архитектуры и многое другое.